здравия всем слушателям подписчикам моего канала с вами виктор максименков и в этом видео я предлагаю разобрать технологии бессмертие и такой технологии известную ранее как биодоступное железо потому что вы уже обратили внимание что в сказках легендах прошлого если речь заходит о бессмертии или продлении молодости долголетия здоровья то речь почему-то идет о молодильных яблочках это прослеживается в русских народных сказках и также в легендах греции когда тот же геракл совершая свой 11 подвиг вынужден спускаться сад гисперид чтобы достать молодильные яблоки которые даруют бессмертие фактически так почему же в легендах прошлого такое внимание обращается именно на яблоки в сегодняшнем мире мы теперь можем понять почему именно прошлые цивилизации обращали такое внимание именно образу яблока в легендах который позволяет сохранить бессмертие потому что как вы видите себя на экране например тоже яблоко богато железом но зачем же нам нужно железо а потому что железо участвует в процессах кровотворения и внутриклеточного обмена необходимо для образования гемоглобина и миоглобина обеспечивает транспортную функцию кислорода например нормализует работу щитовидной железы влияет на метаболизм витаминов группы b входит состав некоторых ферментов в том числе тех ферментов которые участвуют в синтезе днк то есть функции железа в нашем организме сложно переоценить но речь ведь идет понятно что про специфическое железо те же богатыри прошлого они спускались в райские сады сады уникальные то есть простые яблоки им почему-то не подходили то есть речь идет про железо которое только что рождено рождено скорее всего природой и вот они его добывали и получали для того чтобы продлить свою жизнь молодость поэтому раньше жили долго потому что железо на что он влияет нашем организме это только лечит анемию повышает гемоглобин уменьшает усталость у нас сейчас целая эпидемия усталости усиливает иммунитет а вы знаете что в наше время иммунитет мякоря не лишний улучшает как раз способности мозга и быстрее человек восстанавливается во время сна поэтому в нашем мире об этом нужно знать понимать о каком железе идет речь зачем оно нужно нашему организму как это влияет на нашу молодость здоровье продолжительность жизни казалось бы ну вот провели исследования потребности различных возрастов взрослые мужчины женщины казалось вот например взрослой женщине нужен 21 микрограмм на килограмм этого железа и в пище содержится от 18 до 36 микрограмм этого железа но казалось бы все хорошо у нас железа пищи достаточно но это не так потому что как я уже говорил своих предыдущих видео обращал ваше внимание например видео как получить повышенный крепкий иммунитет все ссылки будут в описании под роликом мы видим что из пищи мы не усваиваем более четверти того что в ней находится это раз а из-за того что у людей еще забит кишечник из-за того что люди питаются неправильно неправильные по времени по способу приготовления то есть мы фактически из пищи получаем не больше одной шестой может одной седьмой части того железа что содержится в продуктах питания и в первую очередь конечно в мясе и в рыбе между прочим поэтому что мы имеем о чем нам говорят врачи а врачи говорят что например дефицит железо дефицит есть у 50 процентов женщин и 17 процентов мужчин то есть 67 процентов населения страдать железо дефицита а это приводит к развитию множества болезней в том числе вирусных инфекционных онкологий само по себе болезни системы кровотворения то есть их систем кровообращения все ссылки на материал как всегда будет в описании но если мы посмотрим от чего люди не только болеют но и умирают то до 60 процентов смертность это болезни системы кровообращения то есть наша кровь принимает все удары которые мы наносим своей деятельностью жизнедеятельностью неправильно и в итоге она и не выдерживает эта система и мы именно погибаем от этих болезней так что же делать обычному человеку чтобы восполнить потребность в этом железе чтобы это же этого железа было достаточно для того чтобы систи болезни системы кровообращения сошли на нет и фактически мы перестали входить в эту статистику где 60 процентов смертности идет именно от болезней кровообращения конечно регулировать свое питание я например предлагаю вам обратить внимание на компанию синтезит которая выпускает как раз биоактивное железо это не лекарственный препарат это пищевая добавка все ссылки на материал будут в описании переходите ознакомьтесь потому что это уникальная разработка российских ученых которые они используют вновь рожденное железо которое обладает высокими способностями именно по биодоступности то есть человек способен его усвоить и она ведете активно в организме что позволяет достичь максимального результата при минимальных затратах и времени и соответственно технологий опять же них есть свидетельство государственной регистрации где этот продукт прошел одобрение то есть разрешен продажи но не является именно лекарственным средством а является как раз добавкой к питанию то есть это здоровое питание фактически опять же те анализы которые были приведены показали что прием синтезита приводит тому что увеличится количество стволовых клеток если говорить например про меня то я тоже ощутил что уменьшились потребности во сне когда принимаешь этот препарат больше у тебя энергии сил то есть иммунитет вы нормально работает и это при том что вы знаете что я прекрасно знаю как опять же получить максимальное количество питательных веществ из продуктов питания при этом опять же принимая биоактивное железо получил видимый эффект люди же которые не знакомы с правильным питанием все равно получат эффект потому что это железо максимально концентрировано это добавка к питанию и она максимально усваивается максимально активно в организме опять же к чему это приводит напоминаю что наши стволовые клетки они участвуют в кровотворении но опять же увеличится количество наших стволовых клеток то есть они помогают восстанавливать организм восстанавливает нашу кровь и они получается вырабатывается в нашем костном мозге вот откуда их важность опять же есть такие исследования которые говорят количество стволовых клеток наших они регулируют нашу продолжительность жизни Почему опять же мы встречаем у славян Кощеевы заповеди, на самом деле они Костеевы заповеди, это заповеди людей, которые проникли в тайны Костей, тайны бессмертия, их огромное количество, тут мы их рассматривать не будем, но теперь поймете почему Костей бессмертный. То есть Костей бессмертный именно потому, что он проник в тайны кровотворения, новообразования, то есть продолжительности жизни и увеличения как раз тех клеток стволовых, которые и помогают нам восстанавливать, обновлять организм, увеличивать продолжительность жизни. Ну выводы простые, если вы питаетесь правильно, то лекарства вам не нужны, а если вы питаетесь неправильно, то лекарства вам не помогут. Поэтому обращайте внимание на компанию Синтезит, все ссылки на материалы в описании под видео, там вы можете посмотреть и какие ощущения люди получали от этого препарата, какие положительные изменения у них происходили. Ну и были проведены новые исследования, которые показывают, что прием Синтезита как раз помогает угнетать и раковые клетки, помогает и с этим вопросом. То есть возможности препарата еще до конца не изучены, но он позволяет как раз получить эту ведическую мудрость. То есть правильное питание, полноценное, новым элементом, максимально биоактивным. Повторение мать учения, если что-то непонятно, лучше повторите просмотр. Все ссылки на использованные материалы будут как всегда под видео. Но хотелось бы напомнить, что для того, чтобы выходили следующие видео, нужна ваша информационная поддержка. Потому что если вам нравятся эти видео, то чтобы они оставались в информационном поле, нужны, во-первых, ваши положительные комментарии, ваши лайки, подписка на канал. И соответственно репосты, то есть распространение этой информации в своих группах, в своих друзьях. Ну и соответственно просмотры. Именно все это позволяет оставаться в информационном поле той информации, которая системе разрушения как бы не нужна. А вот если она нужна людям, то тогда просьба поддержать такую информацию. Именно благодаря этому лайкам, комментариям, положителям эта информация остается. Потому что YouTube такие видео обычно лишает монетизации, а в итоге удаляет. То есть люди не получают рекомендации, то есть не видят их в рекомендациях тогда. В итоге эти видео просто удаляются с канала. Из-за того, что они YouTube как бы не нужны. Отдельная благодарность тем, кто имеет возможность помочь материально. Потому что не только информационная работа важна, но и работа в материальном мире. Так как нужно продолжать исследование. Я бы например хотел посетить те места, которые открыл. Например тот же великий ханбалык легендарный в России. Долину пирамид императоров. Но это без вашей поддержки невозможно. Если даже хотя бы 10% тех, кто смотрит это видео, это будет интересно. Под каждым видео есть закрепленные комментарии. Там есть любые счета и в рублях, и в долларах, и в гривнах, и в других валютах. Совершенно небольшая сумма может помочь, чтобы невозможное стало возможным. Стали возможны и новые исследования. Стали возможны и экспедиции в те районы, которые уже открыты. То есть фантастика стала бы явью. Но это возможно только при силе коллектива. Когда многим людям это интересно. И не нужно что-то фантастическое. Даже если человек найдет возможность выделить какие-то 10-100 рублей раз в год. Найдя информацию на канале полезно. Это позволит невозможному стать возможным. И помните, бесплатный сыр он всегда бывает только в мышеловках. А тот, кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому заказчик и должен быть народ. Тот, простой народ, который будет говорить, да, мне интересно развиваться как человек. Либо наоборот, интересно посетить в первую очередь как раз те места, которые уже открыты. Просто нужно подтверждение, что это действительно так. И помните, что сейчас наступила эпоха волка. А древние говорили, в человеке два волка. Злой и добрый. То есть, кого кормишь, на кого обращаешь больше внимания, как в информационном плане, так и в материальном, тот и увеличивается. То есть, то, что вы обращаете внимание и во внешнем мире, и в себе, то и будет увеличиваться. Будете обращать очень много внимания на зло, будет увеличиваться количество зла. Будете обращать внимание на добро, как в себе, так и в мире, и будет увеличиваться количество добра. Почему наступившая эпоха уже с 13-го года Это как раз время честности и справедливости Время санитаров леса То есть людей волевых То есть образ волка отсюда возникает Поэтому время поменялось Энергии поменялись Не живите на алгоритмах прошлого А ищите алгоритмы, которые делают вас лучше И самый главный успех этой жизни И секрет этого всего успеха Это состоит в том, чтобы найти свое предназначение А затем реализовать его Это говорил Генри Форд Но на самом деле это знали и древние Потому что если каждый человек Устремится к цели в жизни Выполняя свое предназначение В соответствии с течением времени жизни То жизнь его обретет высший духовный смысл Это заповедь числа Бога Именно поэтому я на своем сайте И предлагаю людям пройти славянский гороскоп Так как именно он И является основой мудрости древних Он показывает жизненное предназначение человека Содержит ту гигантскую информацию Которая содержит душа человека Те программы, которые в нем есть То предназначение на весь срок жизни И плюс множество еще дополнительной информации То есть без этого Это все равно что блуждать Широко закрытыми глазами по миру И натыкаться на препятствия Которые вам совершенно не нужны То есть тратить свое жизненное время попусту Всем рекомендую это сделать Потому что это основа вашей жизни То, что в вас заложили И боги, и предки, и высшие силы И вы сами Все ссылки на эти материалы Они есть на канале То есть вот красная стрелка На главной странице канала Есть ссылка и на сайты На все мои социальные сети Переходите Там все это есть А в социальных сетях Народная академия наук создана То есть то место, где люди могут делиться Своими находками Показывать интересные материалы И написать мне напрямую Если там есть необходимость Тоже самое есть и в Одноклассниках А с вами был Виктор Максименко Жду ваших комментариев По этому поводу Стоит ли продолжать двигаться В этом направлении Благодарю всех за внимание До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok